Привет, ты на канале о бизнесе! Сегодня поговорим о бизнес-идеях с действительно быстрой окупаемостью. Ряд идей будут иметь минимальные вложения, не более 10 тысяч рублей, а другие потребуют вложений денег на старте, но все они объединены возможностью окупить проект максимально быстро. Именно поэтому смотри видео до конца, чтобы точно не упустить прибыльные идеи по бизнесу. А теперь перейдем к первому варианту с быстрой окупаемостью. Тротуарная плитка Начать бизнес на производстве тротуарной плитки возможно даже в гаражных условиях, и бизнес будет способен принести существенную прибыль и окупиться буквально за первый заказ. Тротуарную плитку чаще всего используют для обустройства приусадебных участков, выкладки дорожек, создания парковки и так далее. Именно по этой причине тебе следует ориентировать свое производство именно на реализацию плитки в частный сектор, так как это даст тебе возможность самостоятельно продавать изготовленную плитку и получать максимальный доход. Итак, чтобы запустить бизнес, тебе потребуется приобретение вибростола за 20 тысяч рублей, благодаря которому из раствора будет удален воздух и получится более плотная и прочная структура. Также необходимы формы для плитки, которые можно приобрести из Китая или в любом строительном магазине, как и компоненты для раствора. В итоге затраты выйдут на сумму в 40 тысяч рублей на старте. При постоянном производстве плитки ты сможешь затраты окупить за полтора-два месяца, а далее работать в плюс. Клининговая компания. Бизнес на оказание услуг по уборке помещений набирает все большие обороты, и ты вполне можешь занять сегмент этой ниши, просто предоставив свои услуги. Начать стоит с того, что открыть бизнес официально, и будет достаточно простого ИП. Это необходимо для того, чтобы начать сотрудничать с различными офисными помещениями и коммерческими компаниями, которые работают на официальном уровне. Далее необходимо нанять пару работников для начала, которые будут проводить непосредственно саму уборку, а также закупить оборудование и заказать пошив униформы, так как это поднимет статус компании в лице клиентов. В итоге инвестиции бизнес потребует около 30 тысяч рублей на старте. Теперь тебе остается лишь заключить соглашение с небольшими компаниями по городу, например, туристическими компаниями, магазинами и так далее, на уборку помещений в определенные дни. Это позволит компаниям сократить затраты на найм полноценного сотрудника, а твоему бизнесу получить большое количество клиентов и высокий доход. Дизайн интерьеров. На данный момент ниша бизнеса по созданию дизайна помещений фактически не занята, но является высокодоходной, а это значит, что для того, чтобы открыть прибыльный бизнес по всей стране, тебе будет достаточно занять эту нишу. Итак, бизнес обязательно должен быть официальным, так как ориентироваться твой проект будет не только на частных клиентов, но еще и на крупные компании, например, желающие переделать свой офис под новый дизайн, способствующий более продуктивной работе. Итак, зарегистрировав бизнес, тебе следует создать сайт, который будет ориентирован на всю страну. Такой ресурс проще всего заказать у крупной компании, чтобы он качественно смотрелся и имел весь необходимый функционал. Теперь остается позаботиться о найме хорошего дизайнера. Первоначально можно не на постоянной основе, а лишь обращаться к нему при поступлении заказов. Последним шагом будет таргетированная реклама, которая приведет к тебе первых клиентов, и один заказ вполне может окупить все вложенные в бизнес деньги. А перед тем, как перейдем к следующей бизнес-идее, ты можешь способствовать развитию канала, просто поставив лайк под видео и подписавшись. Все достаточно просто, верно? А теперь переходим к следующей идее. Создание сайтов Организовать бизнес по созданию сайтов значит занять прибыльную нишу рынка, которая позволит постепенно развивать бизнес и выводить его на большие масштабы. Начать проект можно со своего города, просто создав оптимизированный сайт, на котором будет размещена информация о возможности заказа клиентам интернет-портала. Возможно также грамотно настроить рекламу по своему городу, чтобы получить большую часть клиентов к себе. А купится же бизнес буквально за первые два заказа. Когда все готово, тебе потребуется программист и дизайнер, вполне возможно и на удаленной работе, которые будут создавать непосредственно сами интернет-проекты. В дальнейшем твой бизнес будет лишь разрастаться, и ты будешь получать все больше прибыли, и тогда необходимо официально зарегистрировать твою компанию и выходить на масштабы страны. Это значительно увеличит твою прибыль, а набранный опыт работы по городу предоставит тебе рабочую систему для поддержания бизнеса и его расширения. Изготовление теплиц Бизнес отчасти сезонный, но если грамотно подойти к его реализации, то продажи теплиц вполне можно осуществлять даже в зимний период, предлагая клиентам скидку на покупку и хранение до весны у себя. Сам же бизнес крайне прост, и для его организации будет достаточно арендовать небольшой склад на периферии города, где стоимость аренды крайне низка, что позволит тебе сократить затраты на старте. Чтобы изготовить теплицу, тебе потребуются простые инструменты, в роли болгарки, дрелей и так далее. А все материалы для изготовления можно приобрести в обычном строительном магазине. Для производства теплиц из поликарбоната найми двух работников, которые по чертежам будут создавать готовые конструкции, а тебе останется лишь продавать их через свой сайт по городу и объявления в интернете. Средние инвестиции на старт бизнеса будут в районе 100 тысяч рублей, но в сезон купить такие затраты можно за один месяц. Пивное заведение Чтобы открыть пивной бар, потребуется получить немало разрешений и потратить приличное количество денег, но в итоге ты получишь высокодоходный бизнес, который при правильном выборе места будет способен окупиться за три месяца. Первоначально необходимо подобрать место под бар, и оно должно находиться ближе к спальному району, буквально в шаговой доступности, где целевой клиент может приобрести пиво максимально быстро, что значительно увеличит количество твоих клиентов. Также потребуется приобрести лицензию на продажу пива. В среднем она обойдется в 80 тысяч рублей. Касаемо оборудования для розлива, то его вполне можно взять у поставщика пива в аренду, что часто практикуется. В итоге на весь бизнес нужно потратить около 200 тысяч рублей, но благодаря высокой доходности проекта, особенно в праздничные дни, такие затраты купаются быстро, и через 3-4 месяца ты начнешь работать в плюс, подмечая новые точки по открытию филиала твоего бизнеса. Ремонт и установка кухонных вытяжек Чтобы начать бизнес на ремонте кухонных вытяжек, тебе будет достаточно нанять мастера, который будет заниматься непосредственно ремонтом, а также параллельно предлагать клиентам приобретение и установку новых вытяжек. Данная ниша бизнеса крайне доходна, но вместе с тем конкуренция довольно низка, и ты сможешь быстро организовать свой проект, просто найдя человека, который сможет заниматься простым ремонтом электрических вытяжек. Тебе же потребуется найти поставщика новых моделей, которые будут предлагаться клиенту. Тут ты можешь приобретать продукцию напрямую от производителя, тем самым сократив стоимость вытяжки, что позволит сделать наценку на услугу по замене выше и получить хороший процент дохода. Для поиска клиентов будет достаточно на первоначальных этапах разместить объявления в интернете и расклеить листовки рядом с подъездами, а в последующем развивая свои профили в социальных сетях и свой сайт. Вложения на старт минимальны, и окупаемость бизнеса возможна после первого же заказа. Изготовление свадебных украшений На свадьбе украшения являются одним из наиболее важных элементов, и открыв простой бизнес по созданию подобных украшений, ты сможешь окупить бизнес буквально за первые несколько заказов. Преимущество проекта еще и в том, что начать можно прямо в домашних условиях или в гараже. И чтобы привлекать клиентов с самого начала, следует также завести профили в социальных сетях, так как это даст возможность получать естественный приток клиентов. Начать стоит с изготовления искусственных букетов, специальных арок, накидок на мебель и так далее. Также многие клиенты будут рады арендовать подобные украшения на один день, что будет выгодно для них по цене, а тебе не придется изготавливать на каждый заказ новые, что увеличит твой охват клиентов и заработок. Бизнес может стать семейным, где мужчина может изготавливать сами конструкции, например сборные арки, а женщина украшать их и создавать единый дизайн. Вложиться придется лишь в приобретение материалов, что выйдет на сумму не более чем в 10 тысяч рублей. Организация детских праздников. Чтобы запустить такой бизнес, тебе нужно лишь найти несколько человек в команду, после чего приобрести из Китая тематические костюмы и распространить объявления по городу через рекламу, знакомых, профили в социальных сетях и так далее. Можно объявить об акции для первых заказчиков на существенную скидку, например 40%, что наверняка приведет к тебе первых клиентов. Далее тебе потребуется провести мероприятие на высоком уровне и попросить оставить положительный отзыв, чтобы стимулировать обращение других клиентов. В итоге окупаемость бизнеса составит всего 1-2 заказа, и ты сможешь получить действительно высокий доход, проводя тематические вечеринки для детей. Далее следует открыть бизнес официально, и тогда ты получишь возможность проводить праздники в детских учреждениях, вроде детских садов и так далее. Затраты же на бизнес будут минимальны, так как костюмы обойдутся в сумму не более 15 тысяч рублей, или их пошивку и вовсе можно заказать у местной швеи. А на этом всё. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и оценивай видео лайком. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!